О том, как похудеть без вреда для здоровья и сколько это стоит, мы говорим сегодня с врачом-диетологом, руководителем клиники коррекции веса Алексеем Ковальковым. Предлагаю зрителям присоединиться к нашей беседе. Вопросы вы можете прислать на электронный адрес sfera.rbctv.ru и на страницу программы в Facebook. Приветствую вас в студии. Здравствуйте, Артем. Вот людей становится с избыточным весом все больше, да? В чем же причина? Причина в том, что у нас в стране, как и во многих других странах, кстати, это воспринимается как косметологический дефект. Дефект, который можно исправить самостоятельно. И у нас борются именно с этим дефектом. То есть, допустим, если у вас заболела голова, то вы пьете постоянно таблетки от головной боли, не задумываясь, из-за чего, собственно, болит голова. И вам по жизни придется пить таблетки. И если человек не устраняет саму причину, которая приводит к избыточному весу, то можно садиться на диеты там 33-40 раз за свою жизнь, и это все равно не даст никакого результата. То есть, похудеть невозможно с помощью диеты? Абсолютно. Если не устранить причину... Ну, представьте себе, у вас прорвало кран с водой. Вы все время убираете эту воду, а она все время течет из этого прорвавшегося крана. Пока вы не перекроете этот кран, не устраните причину, вода будет течь, течь и течь. Ну, может, кран нужно в собственном организме перекрыть? Знаете, как говорила лузница Бухенвальда, у нас в бараке тучных не было. Есть меньше надо просто, может быть. Дело в том, что все говорят, меньше есть и больше двигаться, но вот нет такого человека, который бы рассказал, как меньше есть и как надо правильно двигаться. Ну, давайте вот разберемся, с чего должен начать человек, решивший изладиться от лишнего веса. Он померил себя, думает, так, 90... Женщина померила, 90 сантиметров, 5 лет жизни хочется еще себе прибавить. С чего начинаем? Если я скажу сразу, все с копом идите в клинику, да, к врачам-диетологам, это будет явная реклама. Давайте мы пойдем логическим путем. Допустим, у вас произошли какие-то поломки дома, со стиральной машиной или с телевизором, да, ваши действия. Разбираемся, пытаемся, инструкцию берем. Правильно, первое. Попытаемся решить вопрос самостоятельно, возьмем такую книжечку, инструкция для чайников, будем ее изучать и пытаться тыркать. Возможно, вы почините, возможно, процентов 20 даже, что вы ее почините, правильно, да? Второй вариант, это найти мастера, который не вдаваться в эти инструкции, не тратит на это время, мастер придет и все сделает за вас, правильно? Вот то же самое с организмом человека, только он немножко сложнее, чем плазменная панель телевизора или там стиральная машина. Ну, у нас в клинику все-таки по разным причинам сейчас обращается не так пока много людей, да, и финансово кого-то это не может. Это старое заблуждение, на самом деле. Ну, в любом случае, решиться на то, чтобы пойти и рассказать человеку, да, постороннему, вот я поправилась на 5 килограмм, что мне делать? У нас женщины сразу чего думают? Не ем после 6. Вот это миф или реальность? Да, это все бред. Дело в том, что если человек не ест после 6, то он голодает примерно 12 часов. Ну, давайте возьмем 6 утра, 6 вечера до 6 утра. 12 часов, да, как минимум. 12 часов голодовки. Если человек голодает более 10 часов, у него вырабатывается фермент определенный со страшным названием липопротеин киназа, который отвечает за то, что все, что вы в дальнейшем не съедите на следующий день, будет трансформировано в жиры. Вот и все. Отметаем после 6. Говорят, что надо пить больше. 2 литра минимум в день воды. Мне кажется, это правило придумали производители воды. Да, ну, потому что действительно все люди разные. Один постоянно потеет, живет в условиях жаркого климата, другой живет на севере, постоянно мерзнет, весь сухой, как лист. Почему всегда должны быть пить именно 2 литра? Каждый организм индивидуален, надо пить по потребности, а не по... Тогда берем порцию, разделяем пополам и ем только половину. Вот просто меньше есть, если... Давайте разделим порцию шоколада и съедим половину. А вы знаете, что такое порция? Ну, сколько обычная. Вот мне кажется, что я вот ела столько, например, поправился. Это сейчас буду еть половину. Ну, вот вы обычно съедали 2 плитки шоколада за раз. Я могу, да. Вы сейчас разделили и съели одну плитку, и все нормально вроде бы. Сахарный диабет вам гарантирован. Ожирение тоже. То есть... Это не способы. Меньше есть тоже не помогает. Мне кажется, вот это вот все придумано какими-то детьми в песочнице. Настолько это примитивно и смешно, что вот профессионал... Ну, действительно смешно. Это такие глупости, которым смеешься просто каждый день. Спортзал. Иду в спортзал. Да, опять приходите в спортзал, и вам тренер говорит, хотите убрать живот, давайте качайте пресс, да? Как бы происходит замена мышечной массы, жировой массы на мышечную. На самом деле ничего не происходит. Вы видели грузчиков, которые таскают огромные шкафы на себе, и при этом у них огромные животы. То есть происходит наращивание мышечной массы, жир отодвигается, и от этого объем талии становится только больше, а не меньше. Получается, что все, что не к врачам, это все не действенно? Мы вспоминаем два способа. Или читаем умные книжки. Умные книжки, подчеркиваю, написаны специалистами, врачами. Ну и книжек у нас много, понимаете, умную найти среди. Да, а умную найти очень сложно. Ну, а как ограничить? Если книжку написал врач, это уже, по крайней мере, гарантия того, что... Ну, знаете, как вот 10 лет назад все худели по мантиньяку, сейчас все худеют по кремлевской тогда диете. Потом, значит, через 5 лет сказали, все это вредно, нельзя есть только белки, худеем по этой диете. И вот, значит, все ринулись по этой диете худеть. Вы заметили, что у кремлевской диеты даже автора нет. Потому что ни один врач... Кремль, всем же казалось, что это кремлевская. Нет, на самом деле это диета Аткинса, но под ней не подписался ни один врач, потому что она действительно самая вредная. Она приводит к образованию уратных камней в почках за 3 месяца. И люди, чувствуя вот эти изменения, мясо в них просто начинает гнить внутри, вызывая интоксикацию. Они быстро сходят с этой диетой. Вообще, само понятие сидеть на диете мне не очень нравится. Потому что, когда говорят, я сидел на Ковалькое, я думаю, господи, кто только на мне не сидел за последнее время. Наверное, это подход к собственному организму. И любая система, я подчеркиваю, система должна быть комплексная. То есть это несколько звеньев, воздействующие как элемента одной цепи. Вы понимаете, мы все-таки не можем рекламировать и всех призывать того, чтобы шли в клиники. Но есть какой-то предел, с которого, наверное, человек должен задуматься о том, чтобы обратиться к профессионалу. Вот где этот предел? То есть 4-5 килограмм, наверное, это все-таки можно справиться самому. Абсолютно. Я с вами абсолютно согласен. Как? Вот давайте вот пока про этих людей. Значит, мы говорим о 4-5 килограммах. Рецепт очень простой, который подходит абсолютно всем. Исключите из своего рациона 4 продукта. Первое – сахар. Все, что содержит сахар. Мучное. Все, что содержит мучное. Картофель – белый шлифованный рис. И правило последнее – ходите пешком. То есть двигаться. Да. Если это шагомер, то от 8 до 12 тысяч шагов за сутки. Это примерно 4-5 километров всего. Считаются все шаги с утра, вот как человек встал. И вы сбросите свои 4-5 килограмм совершенно легко. Теперь говорим о тех, кто... не о тех, кто 4-5 килограмм. Вот какая... Я бы сказал, если вес превышает 15-20 килограмм, это уже повод обращаться к врачу. В этом случае человек приходит, у него 15 лишних килограмм. Что дальше? Дальше он проводит обследование. То есть его изучают. Это не обязательно только анализы. Потому что часто вы приходите в поликлинику, врач смотрит анализы. И говорит, вам надо еще этот анализ дать, этот. И хочется подойти, так сказать, доктор, я здесь вообще. Обратите внимание на меня, не только анализы, но и сам пациент. Поэтому прежде всего врач должен беседовать с пациентом. И вы знаете, самое интересное, что вот когда приходят пациенты в клинику, я их все время спрашиваю, зачем вы к нам пришли? Они говорят, ну как, у вас клиника, коррекция, естественно, мы же пришли к вам, к весу. Корректируйте меня, пожалуйста. И ни один человек практически не сказал, что я пришел к вам, чтобы вы мне помогли изменить что-то в моей жизни, нашли причину, что привело к этому избыточному весу. То есть понимаете, мы все время крутимся вокруг одного. И в принципе, если брать все клиники, которые существуют у нас сейчас в России, то все клиники построены на запрос пациента. Что вы хотите? Я хочу убрать вес. Я не хочу убирать причину. Когда я ему начинаю говорить пациенту о том, что надо вести здоровый образ жизни, что там, он говорит, доктор, это вы знаете, это вы там потом как-нибудь. Вы мне сначала похудеть, помогите, а потом вы мне там будете рассказывать, как корабли бороздят просторы. А за границей? За границей практически так же. Спрос определяет предложение. Если есть спрос, мне надо похудеть и мне абсолютно наплевать на все остальное быстро, давайте сделаем это по-быстрому. Вот это вот. И запросы, кстати, в поисковиках в интернете на похудеть быстро в 10 тысяч раз превышают запросы похудеть правильно или похудеть грамм. У нас же не хочет долго говорить. По-быстрому. По-быстрому. Надо все по-быстрому. Завтра у какое-то мероприятие нужно 10 килограмм. Вот человек пришел, у него 15 килограмм лишнего веса. Вот на какой курс лечения? Сколько по времени ему, на что ему нужно настраиваться? Он же понимал, 15 по-быстрому. Но опять же, все люди разные, вы понимаете. Мужчина худеет, например, на 25 процентов быстрее, чем женщина. Женщины говорят, он гад, жрет все подряд и ничего не делает, и при этом худеет. А я на каждую там дую на себя, и вот никак. Это из-за обмена веществ? Из-за чего происходит такое различие? Это происходит из-за разных систем. Ну, во-первых, у женщин иногда раз в месяц происходит такое чудо природы, да, которое, во время которого идет набор веса. Ну, так суждено, прогестерон выделяется, гормон. Мужчины лишены этого счастья в жизни, поэтому они уже худеют быстрее. Во-вторых, мышечная масса. Мы помним, что жиры сгорают в митохондриях мышечных клеток. Чем больше этой мышечной массы, тем, естественно, процент. Вот эти бодибилдеры, о которых мы как раз говорили, они могут и фастфуды ходить, и наедаться, и просто лежать за счет мышц, у них будет все это сгорать. Поэтому, наверное, это вот расчет для каждого должен быть абсолютно индивидуальным. Но в среднем на первых две недели можно потерять 5-7 килограмм веса. В дальнейшем он будет уходить примерно 150-200 грамм в день. Это нормальная потеря веса в клинике. Этот вес, естественно, может вернуться. Этот вес не должен возвращаться. Но если человек, он приходит, говорит, вот, похудейте меня, дальше начинает есть с такой же силой, как и раньше, и что дальше? Так вот вся задача врача, есть такая красивая фраза, осознанная необходимость. Если вам говорят, что копать канал отсюда и до горизонта, вы вряд ли будете проявлять особенный энтузиазм. Но если вам скажут, что под орудие у вас несколько ваучеров на квартире лежит, пару слитков золота, вы будете копать, как ротосолдат. И вот в данной ситуации мы должны замотивировать пациента. И слово мотивация здесь самое главное. То есть он должен понимать, для чего он это делает. То есть это психологическая работа с каждым человеком? Обязательно. То есть если это для того, чтобы одеть очередную шмотку, вы влезли в эту шмотку, и вся мотивация становится равной нулю. Есть еще такой вариант, еще проще, ну, для кого-то, да? Это ты приходишь в клинику, тебе какой-нибудь бандаж на желудок ставят, различные хирургические вмешательства. Вот как с этим обстоятельствует? Дело в том, что, опять же, мы не устранили причину. Мы боремся не с причиной, мы боремся с последствиями, с симптомом. Да, вы похудеете, но вы же не будете все время ходить с этим бандажом, да? Вы когда-то выньте иголку из уха, вы когда-то снимете этот бандаж, вы когда-то начнете жить нормальный с вашей точки зрения. И желудок, он станет такого же размера. Естественно. У меня был случай, когда на мужчине пациенту вставили баллон в желудок, так он пил поначалу молоко с печеньем, разведенным через трубочку, потом растянул желудок и даже не знал, есть ли у него там бандаж или нет. Ну, вот этот баллон. Есть еще лекарства. Вот тоже в интернете, по телевидению рекламы множество похудеть там за неделю, за три дня, на три килограмма. Денежный бизнес, да, я понимаю. Да, но есть какие-то реальные лекарства, которые помогают похудеть? Значит так, есть реальные лекарства, которые помогают худеть, они запрещены законом и наносят катастрофический урон нашему организму, реальный урон. То есть человек может заработать на них онкологию буквально за один месяц. Могу объяснить, почему, если интересно. Ну, представьте, сейчас все говорят разогнать обмен веществ. Что такое обмен веществ, знает мало кто. Но если говорить так грубо, обмен веществ – это скорость протекания всех биохимических реакций внутри тела человека за единицу времени. То есть это часы жизни. У одних они тикают медленно, и про них им достаточно посмотреть, там, на конфетку, у них сразу моментальный вес. А у других они шарашат с огромной скоростью, и про них говорят не в коня корм. То есть он может тарелку, там, сковородку съесть, а картошки жареные и не поправляться. Так вот, вот все эти препараты, они направлены на то, чтобы разогнать вот этот обмен. То есть он у вас был медленный, да, ваши часы шли медленно, все было нормально. Ваш организм к этому приспособлен. И вдруг ваш поезд, который не привык ездить на такой скорости, разгоняет до боли, до Формулы-1. Представляете, летят все шестеренки, летит вся лептиновая механика. Мало того, у нас каждый день… Возникает то, что не должно возникнуть. Да, у нас каждый день в организме каждого человека возникает примерно 10 тысяч раковых клеток. И есть клетки иммунной системы – Т-киллеры и Т-супрессоры. Т-супрессоры находят эту клетку, Т-киллеры уничтожают. Но если ваш обмен веществ разогнали в 10 тысяч раз, то представляете, сколько у вас этих раковых клеток образуется. И не факт, что они… Да, что пропустят, очень велика. Поэтому я бы не рисковал. Вторая группа препаратов, которые продаются сейчас свободно в аптеках, они все основаны на слабительных и мочегонных эффектах. Но только, наверное, самый безграмотный дурачок может подумать, что жир из подкожной клетчатки может вытечь у него через прямую тишку или с мочой. Это абсурдно, не выходит никогда. Если бы из воды можно было делать жир, то из воды бы давно научились делать сливочное масло. Вода, она приходит и уходит. Да, вы похудеете, но похудеете за счет обезвоживания организма. День-два вода набирается обратно. Потом от 2 литра попил, как мы говорили в начале, и все обратно. Ну, тогда давайте, раз мы уже говорим о таком денежном бизнесе, сколько стоит похудеть? Вы знаете, цена от нуля, реально от нуля, до примерно, ну, самые дорогие программы, у самых дорогих диетологов, их всего несколько человек в Москве, стоит примерно там 250-300 тысяч. И что это, что входит вот в 250 тысяч, хочется понять? Честно говоря, входит только марка. Вот если вы покупаете... То есть это бренд, да? Мы платим за бренд. Вот какой человек говорит, я хочу именно к этому диетологу, да, вот именно к нему. Ну, я вам честно скажу, например, вот в клинике, да, я руковожу клиникой. И у нас все хотят попасть именно ко мне. И выстраивается очередь на полгода вперед, а иногда и на год вперед. Но я, естественно, не могу всех принять. Как я могу регулировать эту очередь? Не могу же выборочно выдергивать, да? Я повышаю цену, да? И народ отваливается сам. Часть отваливается, часть опять растет. Еще повышаю, еще. Мне надо, чтобы они шли к врачам, а не ко мне, потому что... У врачей сколько стоит? Вот ваше клинике. У врачей, ну, минимальная программа стоит 20 тысяч, это примерно 2-3 месяца 15-20 килограмм веса. Эти врачи, это кто? Это врачи-диетологи, это врачи-терапевты. Я хочу подчеркнуть, что это врачи, это не психологи, которые работают в различных клиниках по коррекции психического поведения. А это врачи, получившие диплом Медицинского института и несущие ответственность за все свои назначения. Сейчас наш блиц-опрос ответим на вопрос телезрителей. Ваше отношение к похуданию с помощью анализов крови на индивидуальную пищевую непереносимость? Я считаю, что это бред, это давно уже, как бы, по-моему, никто не использует. Разводка. Ну, не хочется говорить о коллегах, разводка, но научной обоснованности здесь нет. Ни одной конференции. Плюс там, насколько я видела эти списки, там все-таки сразу всем исключают сладкое и все остальное. То есть, ну, понятно, не ешь и так худеешь. Как Вы считаете, насколько эффективны различные психологические и психотерапевтические методики в снижении веса? Они эффективны в сочетании с другими методиками. Потому что, смотрите, причин избыточного веса может быть масса. Например, гормональные нарушения, психологические, да банально, традиции за столом, да, традиции семьи. Все это влияет на и... А они устраняют только одну психологическую. Поэтому надо работать в комплексе. И вот настоящие клиники, там есть и психологическая помощь, и эндокринолог, и биохимик, и микронутрициолог, и врач-диетолог. То есть, это работает все как единое звено. Помогают ли похудеть разгрузочные дни? Разгрузочные дни нужны тогда, когда Вы загрузились. То есть, допустим, у Вас Новый год, Вы наелись от пуза, да? У нас не только 10 дней в Новый год. 10 дней. Вот Ваш кишечник загрузился, он набит огромным количеством пищи. Его надо разгрузить. В этот момент помогают разгрузочные дни. Так они не нужны абсолютно. Зачем разгружать, если не загружать? Когда можно худеть после родов и каким способом? После родов можно худеть только через 6 месяцев и должно пройти хотя бы 2 нормальных цикла у женщины. Иначе могут быть кардинальные нарушения гормонального цикла. Насколько килограммов в месяц можно худеть без вреда здоровью? У всех по-разному. То есть, если человек весит 180-200 килограмм, он может терять по 1,5 килограмма в день. Если у человека всего лишь 10-15 килограмм лишнего веса, то это 150-200 грамм жировой ткани. Правда ли, что от алкоголя толстеют? Нет. Алкоголики иногда выпивают по 2 бутылки водки, в каждой из которых по 2000 килокалорий. Но ни одного толстого алкоголика я до сих пор не встречал. Полезно ли голодание? И как голодать правильно? Мы уже знаем, что если вы голодаете, вырабатываются определенные ферменты. Это не полезно? Это не полезно априори, потому что лечебное голодание им лечит аутоиммунные заболевания. Но ни в коем случае не ожирение. И когда к нам приходят люди, которые до этого голодали, мы не то что помочим сбросить вес. Мы не можем остановить набор веса, который идет автоматически. Вот такой вопрос последний и важный. Снизить вес можно разными способами, но как сохранить результат? Как поддерживать стабильный вес? Похудевшие люди так и сядут всю жизнь на диете. Ну вот опять же, они не устранили причину. Они боролись с симптомами. И я иногда думаю, ну как же женщины садятся 33 раза на диету? Ну где же женская интуиция? Где логика? Сколько можно наступать на одни и те же грабли, которые постоянно теряют? То есть это должен быть образ жизни, который понимает, что это полезно? Наверное, надо все-таки найти причину. Надо покопаться самому или обратиться к врачу. Я благодарю вас за беседу. Напоминаю, что в студии телеканала РБК был врач-диетолог Алексей Ковальков и я, Мария Рудковская. До свидания.